Вот и пришла пора подвести итоги использования маски GeekVR на практике. На практике все оказалось немножко не так, как рассказывал в первом обзоре, когда производил ее распаковку и первичное использование. Вот, на практике она оказалась другой. Вот. Что не изменилось? Не изменилось то, что она очень хорошо сидит. Она сидит реально прочно, она не вываливается, как маска AMVR. Вот, то есть ее даже вынуть не очень-то легко. Вот, она с трудом даже вынимается. Вот. Какие, значит, изменения относительно первого обзора? Первое. Я говорил, что сверху засветов нет, вот, да, а снизу они есть. Вот. Вот. По факту, по факту, оказалось, что вот эта вот штуковина, она не пропускает свет ни сверху, ни снизу. Откуда были засветы и снизу. Оказывается, что... Ради этого даже, наверное, немножко придется подотодрать вот эту вот штуку. Оказалось, что вот эти вот защелки, не знаю, сфокусирую, вот они. Один, два, три, четыре. То есть вот эта вот часть, она является, как бы сказать-то, силовой, что ли, или несущей, можно сказать. Как несущая стена в доме, так же и несущая вот этой всей конструкции. То есть, если ее вот так вот вынуть, на защелках она сидит, то маска легко сломается. Вот здесь. Вот. То есть, эта штука очень важная, несущая часть. Почему были засветы? Засветы были из-за того, что защелки имели полмиллиметра с каждого края просто, ну, как бы сказать, щели. Решается сверх просто. Это просто берется пластилин черный или что-нибудь в этом роде и втирается в эти самые щели. Вот. В результате, вот я пластилинчиком замазал, и вот эту вот щель тоже замазал пластилином. Вот она. Видно, да, ее? Вот. Я просто пластилином замазал, и никаких проблем больше с этим не испытываем. Что это дало? Это дало то, что, когда надеваешь эту маску, фактически это равносильно тому, что ночью при выключенном свете мы играем с инфракрасной лампой, либо инфракрасной портативной подсветкой в шлеме. То есть, эта маска фактически заменяет, вернее, теперь нет никакой необходимости использовать инфракрасную лампу. Если только не хотите никому мешать, может быть, тогда есть смысл. Вот. И при очень-очень ярком свете, скажем, дневном, все-таки вот в районе носа прям едва-едва-едва-едва-едва заметные засветы можно увидеть, только если выключить полностью шлем. Ну, не полностью, просто блокировку ставить сбоку. И можно иногда увидеть вот здесь вот микро-микро такие вот прям, даже не засвет, а, ну, чуть-чуть света. При включенном экране их вообще не видно абсолютно. Вот. То есть, эта маска, она удобнее, чем АМВР-овская в каком-то смысле, в плане вот носа. Вот. И момент еще какой. У меня, например, при использовании маски АМВР постоянно засаливались ресницами вот эти вот края у переносиц здесь, линз, и их приходилось постоянно чистить. С этой вот маской она, наверное, вот тот самый миллиметр, который давал вот это вот прикосновение ресниц к линзам, она его немножко отодвигает вот, и как раз вот то, что надо. И получается, что эта маска, она намного удобнее, чем АМВР-овская. Вот эти вот штуковины боковые уже говорили, что они позволяют более ровно держать. Смотрите, вот опускаем, да, хоп, и прям ровно на них вот встал здесь и здесь. То есть, другими словами, он вот так вот не перекашивает вот слева направо, справа налево, но вы поняли. То есть, шлем не перекручивается этой маской, что, опять же, позволяет ее более ровно надевать, и изображение, соответственно, перестает искажаться. Если кто неровно одевал, может быть, чуть на бок так, чуть на бок сяк. Вот, в принципе, основные моменты... А, ну еще момент. Вот эта вот штуковина, я ее в конечном счете снял. У меня лоб высокий прямой, и она немножко отдаляет вот так вот верхнюю часть, что неудобно. То есть, ей нужна более тонкая накладка. Более тонкой накладки к ней не продается, насколько я понимаю. Поэтому ее, может быть, на продажу выставлю. Она просто не пригодилась. Вот. Потом еще момент. Вот оригинальная накладка от АМВР. Не знаю, сколько там заявил производитель, но фактически ее вот толщина... Так, возьмем, да? Вот это ровно 14 миллиметров. Не знаю, видно вам, нет? Вот, 14 ровно прям. Ровно-ровно 14. Вот. Теперь берем накладку, которую я заказал, которая 12 миллиметров. Что-то, честно говоря, лень ее немножко снимать. Вот. Но фактически, вместо того, чтобы быть 12-миллиметровой, вот, она ровно такая же 14-миллиметровая. То есть, кто хочет заказать накладку, чтобы она была точь-в-точь, как АМВР-овская, берите 10 миллиметров. Самый минимальный, который позволяет... Самую минимальную толщину, которая позволит наиболее близко приблизить линзы к глазам. Если кому это надо. Ну, вот на этом все. Вот. Маска хорошая. Я думаю, самая, наверное, оптимальная на текущий момент. Пока что-то нового не изобрели. В ней потеют линзы меньше, чем в АМВР-овской. Свет она не пропускает вообще. То есть, вы можете днем, при освещении, хорошим надевать и пользоваться. В общем, одни плюсы. На текущий момент это практически идеал при использовании нормальной прокладки. Все.